Партия «Родина» – это национальный фронт, объединивший самых разных людей. Её цель – мир, благополучие и процветание граждан России, эффективная экономика нового типа и плотное взаимодействие народа с властью. Создана она в 2003 году и по сей день уверенно продолжает своё движение. В Забайкальском крае региональное отделение партии продвигает спортивный образ жизни, привлекая детей и взрослых к активному участию в мероприятиях, организованных специально для них. Мы считаем, что вообще в принципе необходимо поднимать уровень спорта среди детей, среди молодёжи и продвигать его дальше уже и более старшее поколение. Почему наша страна имела большие успехи именно в спорте? Потому что поднимался спорт именно с низов, именно с таких ребятишек, которым спорт давался. Ребятишки играли и постепенно росли, дорастали до уровня, так скажем, более высокого. Их приглашали в сборные команды. И именно поэтому были высокие показатели в спорте. В первый день спортивных игр был проведён турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Принять участие приехали ребята из разных районов края. Между собой соперничали спортсмены четырёх возрастных категорий – младшая, средняя, старшая и взрослая группы. Игры проходили сразу на нескольких площадках. В каждой возрастной категории команде, занявшей первое место, вручался переходящий кубок, право на который она должна была отстаивать на следующих играх. Хочет проявить себя каждый из нас. Хочет доказать, кто сильнейший. У нас тренировки тяжёлые. Работаем над скоростью, над техникой. Команда сегодня заряжена на этот турнир. Ну, на эту игру сегодня. Это нам даёт здоровье, нам надо окрепнуть, мужиками в конце концов стать. Ну и чтобы это больше знакомств было, больше друзей было по разным селам, районам, городам. О данном мероприятии нам подсказал наш министр спорта. Предложил принять участие, но мы, конечно, не отказались. Сюжую игру 2-1 выиграли. Сейчас ещё есть уверенность, будем до конца бороться. Как говорят представители партии и сами участники, подобные игры не только способствуют здоровому образу жизни, но и дают возможность заводить новые знакомства и расширять свой кругозор. Второй спортивный день прошёл в посёлке Атамановка, где в Спартакеаде принимали участие рабочие коллективы. Проявить себя вызвались 11 команд из города и районов края. Дело в том, что наше предприятие находится на территории поселкового поселения Атамановское, поэтому не принять участие в Спартакеаде было бы, конечно, ну, скажем так, нехорошо. Поэтому наш коллектив единогласно принял решение, что мы принимаем участие в данной Спартакеаде. У нас очень много ребят в нашем коллективе, которые на сегодняшний день активно занимаются спортом. И также провести время на воздухе с семьёй, с друзьями – это тоже очень, так скажем, хорошо. Соревнования включали в себя такие виды состязаний, как бег на разные дистанции, волейбол, дартс, перетягивание каната, гири и теннис. Представители партии «Родина» также активно принимали участие в многоборье. «Народу собралось очень много, собралось очень много трудовых коллективов. Мы планируем проводить эти мероприятия каждый год. Даже учредили переходящий кубок, который будет переходить из рук в руки трудовым коллективам, которые будут побеждать каждый год. Поэтому считаю это мероприятие очень полезным. Думаю, что в дальнейшем будем это только развивать». Всего на Спартакеаде присутствовало около 200 человек. Помимо участников, это и их болельщики, коллеги по работе и члены семей. Администрация поселка Атамановка тоже приняла участие в играх. «Администрация, я считаю, это авангард поселка. Соответственно, она должна была быть одной из первых, кто заявил свою команду на участие в Спартакеаде. Это даже не обсуждалось. Это было, в общем-то, сразу наше решение. Несмотря на то, что у нас коллектив, скажем так, не очень спортивный, ну, сами понимаете, в администрации, да, кто-то пожилой, кто-то еще молодой и не очень умеющий. Тем не менее, мы принимаем участие в полном составе практически все». «У меня настроение спортивное всегда. Я рад, что моему настроению, ну, мой коллектив всегда со мной. Значит, откликнулись одними из первых. Готовы участвовать всегда. Конечно, благодарен партии «Родина» за то, что они сумели организовать такое мероприятие. Спорт он всегда объединяет, тонизирует людей, вдохновляет на все». Подобные мероприятия партия планирует проводить ежегодно, тем самым давая людям возможность принимать участие в спортивных играх, находить новые знакомства, развивать у молодежи и взрослых стремление к здоровому образу жизни. В день рождения Читы 27 мая партия «Родина» приняла участие в праздничном городском шествии рабочих коллективов.